Доброе время суток, дорогие телезрители! В эфире программа «Проспект весна» и с вами ее ведущий вторника Виталий Тирон. Как вы, наверное, поняли, сегодня у нас будет также спортивный эфир, и мы поговорим с вами сегодня о боксе, о том, в чем полезен бокс, в чем он опасен для взрослых детей, нам сегодня расскажет Тарасов Михаил, многократный победитель и призер множества республиканских и российских турниров по боксу, член сборной России в 2005 и 2007 году, а также Михаил является тренером по боксу, сегодня он с нами, его и ученики, это Павлов Ян и Богдан Захаров. Добрый день, друзья! Добрый день! К нам, наверное, подойти поближе, очень далеко стоите. Итак, вы сейчас только тренер, да? Вы уже не занимаетесь спортом? Уже нет. А сколько вы провезли боёв? 150 боёв. 150 боёв. Это точная цифра? Вы закрыли... Может быть больше, я примерно 150. А за какое время вы 150 боёв провели? За лет 10, наверное. За 10 лет? Да. Это сколько вам было, когда вы начали заниматься? Мне было 9 лет. 9 лет. А почему? Как вообще дорога свела вас с боксом? У вас какая-то история, может, есть, как в школе был какой-нибудь забияка? Нет, я любил смотреть фильмы про бокс, про восточное единоборство. И хотел также обучиться приёмам, суметь расстоять за себя. И у вас был рядышком, наверное, какой-нибудь, так сказать, школа по боксу спортивная, да? Нет, рядышком не было. Мне пришлось ездить в город на автобусе. На автобусе пришлось ездить? Да, в автобусе. Далеко? Ну, минут 20. Понятно. А знали ли ваши родители о том, что вы занимались боксом? Ну, поначалу мои родители, к сожалению, не знали, что я боксом занимаюсь. Тайком занимался. Они были против? Да, они были против. А почему? Ну, потому что, как бы, бокс, такой вид спорта, что где-то он травмоопасен очень. Родители за это переживали. Понятно. Ну, об этом мы ещё чуть-чуть попозже поговорим. Но потом они, наверное, ничего против не имели, когда узнали. Да, когда узнали, всё было уже. Как вы им, кстати, объяснили, как они узнали? Ну, когда они начали замечать где-то ссадины на лице. Так. Это, ну, и поэтому, видать, пришлось признаться, что не на улице получил, а на тренировках в зале. Всё нормально, типа я не дерусь на улице, я наоборот обучаюсь тому, чтобы предотвращать такие стыки. Именно, да. Итак, мы вначале сказали о том, что бокс травмоопасен. Травмоопасен. В любом случае, профессиональный бокс точно по травмоопасен. А опасен ли он для детей? Для детей, ну, я думаю, что нет. Не травмоопасен. Тренировки у нас проходят в перчатках, мы бинтуем руки. Бинтуем? Работаем, работаем легко. Со всей силы не бьём, работаем в полую силу. Помогаем друг другу. Вольные бои я им не даю. А раньше по-другому было? Вы сказали, что в 9 лет у вас уже были и ссадины, и синяки. Да, ну, раньше как-то и время было другое. Может, план тренировок, тренировок был тоже другой. Перчатки другие, может быть, были? Да, и перчатки были, конечно, другие. Где-то могли тебя со старшим поставить в пары. Немного больше тебя. Вот, может быть, поэтому. А самый запоминающийся бой из 150 был какой для вас? Ну, наверное, первенство России, Дети Азии. Дети Азии, это в котором году было? В 2004 году. Понятно. Ян и Богдан, вы как долго занимаетесь боксом? У меня полгода, я уже два года. Микрофон возьмите и повторите, пожалуйста. Я полгода. Я уже два года. Два года. И ребята уже в турнире успели поучаствовать? Нет, ещё пока нет. Ну, у нас планы, примерно, может быть, осенью мы попробуем выступить на соревнованиях, на городских. Примерно. Наверное, так. Богдан, ты уже занимаешься два года боксом, да? Да. За это время у тебя были какие-нибудь синяки, фингал под глазом? Нет. За два года ты не сломал ни нос, ни ушко, ни пальчик? Да? Нет. Как ведутся тренировки на занятиях? Ну, хорошо. Хорошо ведутся? Ну, да. Ну, тяжело тебе заниматься боксом? Да, нет, нормально. Ты чем-нибудь ещё дополнительно занимаешься, кроме бокса? Ну, да. Хожу ещё на шахматы, на английский. Угу. Ну, и на ментальную арифметику хожу. Понятно. А, Ян? Микрофон возьми. Ну, я увлекаюсь больше всего синтезатором. Синтезатором увлекаешься? Угу. Другие, ну, там. Ну, в других я уже не участвую просто. Уже не участвуешь? Да. Раньше участвовал? Ну, раньше ходил я на баскетбол, там ходил, на арифметику тоже ходил. Ну, а теперь не хочу. Понятно. Английский язык ещё изучает? Да, английский язык тоже изучает. Вы планируете стать профессиональными боксёрами, как ваш тренер? Ну, да, вроде бы. Я вот тоже уже хочу стать профессиональным боксером. И первый турнир у них когда будет? Вы их в 9 лет, уже, наверное, в турнирах можно участвовать? Да, в 9 лет уже, думаю, можно будет попробовать. Ну, осенью, наверное, осенью, в октябре, в ноябре. Посмотрим, как они будут готовы, как они будут изъявлять желания. А турниры, они более опасны, чем тренировки? Ну, вы знаете... Какие турниры проходят? Знаете, на тренировках тоже можно получить травму, сломать себе кулак, упасть где-то неправильно, сориентироваться, упасть. На соревнованиях можно этого не получить. Это как повезёт, можно сказать. Как повезёт. Понятно. Ну, любой... Всё, всё по правилам. На соревнованиях проходят три раунда. У них будет раунд по полторы минуты, походу. У них будет, да, полторы минуты раунд. Будет на ринге рефери. Всё по правилам. Всё как у взрослых людей. Да, всё как у взрослых людей, как бы так. За 10 лет у вас, наверное, какие-то профессиональные шишки, синяки есть, да? Ну, есть, конечно. У боксёров это, наверное, поломанные руки. Это нормально, да. Это поломанные руки в основном. А что сделать... Как предотвратить, допустим, чтобы... Я не хочу, чтобы у меня палец сломался. Наверное, нужно правильно перевязывать их, да? Да, нужно правильно бинтовать руки. Это обязательно. Ты хочешь что-то добавить, да, по поводу бинтования рук? Ты умеешь бинтовать руки? Ну, пока что ещё нет. Можете показать, как правильно бинтовать руки нам? Да, конечно. Так, ребята, у вас, я знаю, есть бинты. Можете нам дать по одному бинту? Я подам. Спасибо. И вот ещё второй. Ян, ты разве не умеешь руки бинтовать? Хорошо, ребята, тоже давайте бинтуете вместе с нами. Богдан. Берите, поминтуй. И так, вот у нас стандартный бинт. Что, как его, что делать с ним? Обычно он начинает бинтовать руки с левой руки, с передней. С левой руки? Да. Начинаем бинтовать петлю на палец. На какой палец мы надеваем петлю? На большой палец мы надеваем петлю. Потом. Потом делаем оборот вокруг кисти. Потом возвращаемся на большой палец. Опять делаем на большой палец. нет не так а мы оборачиваем большой палец это единственная правильная технология или это только вариантов много давания рук сжимаем кулак сжимаем кулак палец нажимаем сделали кулак жили опять обвинтовываем кисть а ты почему не винтуешься менты я переходим на кулак разжимаем кулак это самый простой способ винтование руки я показываю опять возвращаемся на кисть сжимаем кулак жал тут важно еще не пережать что будет если жать слишком сильно кровь будет плохо циркулировать и к чему это может привести вообще рука посиняет до этого не хочу зима ну и практически мы закончили да почти закончить опять на кисть кисть тоже должна хорошо зафиксирована быть хорошо сжимаем кулак жал опять зажимаем зачем это было сейчас чтобы кровь пошла чтобы не притягивать чтобы когда мы забинтуем руку да можно было легко кулак сжать ничего ему не мешало препятствовал я понял так сжимаем жал переходим на кисть и фиксируем на кисти хорошо не перетягиваем лично я чувствую что мой рука стала более тяжелой что ли вы не проведете небольшой мастер-класс там как проходит тренировки у вас ну вообще у нас тренировка начинается с разминки с хорошей разминки мы развиваемся или на скакалках или в беге но если мы пропустим этот этап разминки потому что мы не успеем допустим я размялся хорошо мы будем обучать я вас обучу стойки хорошо боевой боксерской стойки перчатки уже нужны или еще можете одеть хорошо ребята тоже к нам присоединяйтесь одевайте перчатки встаем итак я одел перчатки боевая боксерская стойка левая нога впереди левая нога впереди это если я если ты прошла ноги пошире и вот так вот между вот этим пальцем вот между большими пальцами должна быть ровная линия а по инвалид пальцем левая рука чуть впереди занимался нет боксом никогда не занимался чуть-чуть тебе нужно маленько сгруппироваться группироваться живопоте а так колени ну чуть-чуть 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 да посогнутые вот это знаю давай вставайте мою стойку вы встаньте друг против друга хорошо друг против друга так будем учиться наносить одиночный прямой удар хорошо смотрим раз ногу носок вовнутрь во внутрь заворачиваем раз да ты наносишь одиночный прямой удар богдану левой рукой затем правой рукой правой рукой будешь наносить тогда когда богдан гонится от ли от левого удара хорошо нет одиночный левый прямой я уклоняюсь хорошо я отвечаю тебе боковой удар слушайте не надо я отвечаю тебе боковой удар ты делаешь нурок вот все верно хорошо то есть это такая комбинация это комбинация хорошо дальше клон нурок клон нурок клон нурок эту ручку прижать до кулы еще к животу 1 2 1 2 1 2 1 2 теперь справа руки но еще один очень прямой удар я делаю то же самое контратакую вас кстати может быть есть какой-то коронный удар у нас буквально до меня у вас корона удар у меня корон удар слева по печени я я я боксирую стойкие левши я готов смотрим ты но еще одиночный прямого дать наношу справа руки я уклоняюсь и наношу тебе удар по печени неприятно давайте еще раз я наношу прямого еще раз раз так давайте рья и вы носите удар я уклоняюсь и печень до ногу заворачивать клон нет потенциал гунист от удара а хорошо а как в кусту в эту сторону и раз дорогие телезрители на время рекламы мы еще продолжим заниматься спортом заниматься боксом занимайтесь боксом не бойтесь это безопасно и очень помогает развитие внимания общих физических способностей сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу не переключайтесь итак продолжаем и вновь доброго времени суток дорогие телезрители вы снова на проспекте весна и с вами ведущий вторника виталий тирон зимой любители экстрима садятся на сноуборды лыжи экстремалы помладше на санки весной же в поисках новизны и острых ощущений я предлагаю вам попробовать себя в роли наездника на лошади а как это сделать нам расскажет директор казачьего конного конно-спортивного клуба золотая подкова топчий анастасия васильевна здравствуйте здравствуйте вы к нам пришли из конного спортивного клуба не не с пустыми руками я вижу что вы привезли с собой настоящие седла настоящие расскажите уже немного потрёпанное сколько они весят потому что пока их я несли я слышал что они не вести до 5 6 7 килограмм и каковые седла легче конечно прогулочные седла 5 6 килограмм они разные у нас чем они отличаются но все на отличаются своим названием единственное но предназначение у этих все это все дело одинаковое сегодня больше пойдет о прогулках поэтому эти седла прогулочные прогулки но они выглядят по-разному выглядят по-разному потому что это испанское прогулочное седло а это просто прогулочное седло которое используется нашей стране а чуть подробнее почему испанская и ну как бы да есть у нас в сша допустим есть седла в стиле вестерн они совершенно другой конфигурации ковбойске вот эти седла дайте проще сказать в испании вот употребляют вот такие седла там и посадка немного другая идет нога прямая не согнуты в колени а это наше прогулочное седло которое более похоже на наше кавалерийские седла которые были сделаны для буденовской армии использовались для больших переходов да вот и такие вот прогулочные седла они полностью как бы копия вот этого кавалерийского седла у них также идут здесь лавки только она более эстетично сделано закрыто все кожей ну как скажем так выглядит презентабельнее чем кавалерийское седло а кавалерийское седло уже впоследствии так как уже у нас буденовские эскадрильи ушли в прошлое поэтому кавалерийские седла сейчас также используется широко и табунщиками и для больших переходов и в турпах конных турпоходах гости вашего клуба вашего конного клуба на каких седлах в основном ездят и вот это седло самое любимое любимое да вот это испанское седло любят обычно дамы потому что здесь удобно сидеть такая спиночка и себя садница чувствует как на троне такой вопрос а вот я не подготовлен человек я конным спортом никогда не занимался к лошадям честно говоря очень редко подходил близко не то чтобы боялась просто как-то не случалось повода как я от меня сразу посадят на лошадь и скажет иди вперед как это происходит конечно у вас будет краткий инструктаж если мы говорим о прогулке обучение конечно это совершенно другая тема у нас сейчас прогулочное седло значит темы прогулки так и дано поэтому вам инструктор буквально в трех в пяти словах объяснит покажет как взять правильно повод как правильно подойти к лошадке это делается с левой стороны все буквально работы почему с левой с левой стороны потому что лошади как правило по природе своей они левши рождаются левшами лошади правшие левши левша у них есть разделение хорошая левша считается так вот допустим есть человек который левша пишет левой рукой да так же и у них но бывают конечно исключения что лошадь и на правую или на левую сторону одинаково реагирует но в основном даже это можно заместить во время тренировок что лошади как начинается смена направления направо лошадка всячески старается вернуться опять налево понятно хорошо начинаем того что подходим с подходим к лошади с левой стороны левой стороны дальше потом объясняет инструктор как правильно взять повод куда поставить ножку это вот ножка ставится на стремя вот у нас с левую ногу стремя висит на подлещи вот такие вот кожаные ремни это подлещи значит садник подходит становится наискосок от плеча лошади задней части то есть от задней части мы не становимся садник от плеча лошади подходит берет в левую ручку повод с большим куском гривы ставит левую ножку стремя и мягко опускается в седло ну и и сел это вот как бы только начало и инструктор по ходу действий объясняет как правильно сидеть как правильно держать и объясняет те или иные случаи которые могут быть как остановить лошадку как повернуть направо либо налево а как это делать ну это нужно значит если ты поворачиваешь лошадь направо нужно тянуть направо правый повод повернуть слегка ее голову и потянуть чуть чуть на себя все команды делаются мягко с последующим усилением и как вообще успешно лошади не скидывают я потому что видел фильмы нет но вы наверное видели фильмы где лошади ну наверное почти как родео где лошади обучаются или диковатого нрава лошади же специально воспитывается допустим на прогулке мы берем специально подготовленных лошадок спокойные да даже подбирается порода которая больше времени может нести всадника на спине более у нее спокойный нрав допустим англичане лошади они такие более эмоциональные более нервные это для скачек породы используется а вот такие породы как будионовцы бомбесные с тяжеловозами рысаки этих лошадок можно прекрасно использовать для прогулок сколько у вас лошадок сейчас в нашем клубе 22 лошадки 22 лошадки и все породистые у нас есть один чистый икутский это вообще бренд нашего клуба остальные все породистые лошади будионовской породы рысаки орловская рысаки американская рысачка у нас есть русский рысак я знаю что вот у вас есть прогулки по лошадях а может быть скачках еще участвует ваша лошадь потому что конно-спортивный клуб у вас да мы конечно участвовали скачках особенно 12 11 до с десятого года 10 11 12 13 год 14 включительно до 15 участвовали очень плотно скачка сейчас наша как бы лошадки уже вышли со скакового возраста подрастает молодое поколение как бы будет второй виток качек мы к этому готовимся и те лошадки которые были спортсменами они постепенно становятся они переходят плавненько переходят на обучение на конкур то есть тоже это соревнование преодоление препятствий конкур вы обучаете получается езде допустим профессии жакея профессия жакея как таковой вот так вот чтобы отдельно прямо существовала когда секция такой нету это в процессе обучает есть тренер на скаковых лошадей он готовит этого жакея либо заключаются контракты берется уже готовый жакея иногда своих воспитываем так допустим у вас лошадей вы говорите 22 лошадки сколько будет или жеребятки уже довольно подросли и по полтора года в этом году четыре же ребенка у нас в этом году будут очень маленькие интересные пони кому интересно может прийти посмотреть мы готовимся к прибавлению так что этим летом у нас будет на 5 лошадок больше нет чем занимается помимо конных скачек и прогулок с лошадьми ваш клуб наш клуб оказывает лечебно-верховую езду это лечение посредством верховой езды как это работаем ипотерапию это работает посредством верховой езды всадник садится на лошадь у лошади как все уже знают сейчас широко интересуется этим у лошади температура тела выше на полтора-два градуса чем у человека и происходит такие вот движения колебательные по вертикали по горизонтали и даже наши внутренние органы получает массаж то есть за минуту человек получает от 90 до 110 импульсов и вот эти сигналы идут в мозг ребенку там либо взрослому человеку и мозг дает команду на участке того тела который не работают про ипотерапию как бы можно рассказывать очень много тут от чего для чего вернем спектр того что помогает что лечит ипотерапия очень широк но что уже говорить если даже аура у лошадей она такая вот хорошая добрая она чистит нашу ауру чистить наше биополе даже сахар понижается в крови восстана восстанавливается обмен веществ но в первую очередь конечно в эмоциональном плане помогает общение с животным да а если сами вы знаете если эмоции у ребенка хорошая да или взрослого человека значит на этом плане у нас уже какие-то функции организма работают по-другому лучше что еще в двигательном почему допустим детки дцп до начинают лучше ходить начинают двигаться у них нормальные органы там разгибаются ручки уменьшается тонус потому что все это в процессе верховой езды нормализуется и говорю об этом вот на эту тему было бы отдельно можно передачи это просто отдельно передачи хорошо итак как допустим если я хочу пройти по терапию куда мне обращаться как мне на вас выйти вы вам достаточно лишь набрать наш номер мой номер личный 8 924-461-0759 и записаться а где ваш клуб находится наш клуб находится по адресу микрорайон марха улица стра до 10 3 3 вы много лошадок вообще видели за жизнь такой вопрос неожиданный а сколько примерно но я видела табуны и по 170 и по 170 голов и вы их сможете определить вот примерно табун по количеству голов с первого взгляда сколько примерно здесь голов ну примерно точно конечно нет примерно да и сейчас режиссера попрошу включить третью картинку у нас это номер один сейчас попрошу номер три включить вот и так вопрос у меня как профессионалом можете встать сюда поближе и телезрителям тоже на этой картинке сейчас изображены лошади но не три штуки чуть чуть подальше отойти нет вот туда в ту сторону ту сторону сколько лошадей на картинке у вас буквально двадцать пять секунд ребят тоже можете подойти но тут гораздо больше да я уже вот нашла 5 так а сколько их здесь я вам дам еще немножко времени так так это такой тест на внимательность да да 4 5 6 6 нашла хорошо 5 4 3 2 1 все сколько нашли 6 6 ребята вы сколько лошадок увидели 4 4 лошадки да но на самом деле здесь 9 лошадей если больше смотреть конечно тут можно увидеть дольше вот тут лошадка у нас есть одна они вот лошадка идет вот мордочку лошадки вот да вот сама мордочка на лошадке как по рисунку на лошадях хорошо следующую картинку так здесь сколько лошадей так считаем богдан сколько лошадей 6 лошадей видишь да так я 1 2 3 4 5 6 7 я нашла 7 лошадок 7 лошадок да этому ничего страшно что не смогли найти всех зрители и зрители сейчас мы уходим уже мы заканчиваем нашу передачу все еще с вами на этом же самом месте в это же самое время до скорой встречи скейльзис окей 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 Продолжение следует...